Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ситуация следующая. Встречаюсь с мужчиной, у которого есть незаконченные отношения. Не могут они закончиться по какой-то причине, о которой он не хочет мне говорить. Меня это очень напрягает, тот факт, что от меня что-то скрывают и не хотят говорить. Прошу совет, как быть в такой ситуации. Я не знаю, что и почему надо меня скрывать. Может быть, есть какие-то действенные методы, чтобы он смог мне доверять. Стоит ли его спрашивать об отношениях и как его не спугнуть и вывести наши отношения на новый уровень. Такие вот у нас получаются вопросы. Давайте попробуем их рассмотреть. Значит, первое. Вы пишете, встречаюсь с мужчиной, у которого есть незаконченные отношения. А если вы соглашаетесь на, ну, такого рода отношения, да, которые, вот, где есть, как бы, у мужчины еще другие, то, ну, вы соглашаетесь на это с определенной долей своей ответственностью, ответственностью. То есть, предполагается, что вы, ну, как-то вот, не требуете, например, от человека, человека, да, того, чтобы он, например, свои отношения завершил. Вот. И, соответственно, предполагается, что для вас это не является препятствием. Но, если вы сейчас говорите о том, что для вас это все же препятствие, то в таком случае возникает вопрос, ради чего вы соглашались на эти отношения, ради чего вы вступали в них. Ответ здесь, он довольно прост, да, то, что вы рассчитывали, наверное, что мужчина их завершил. Или вы не знали. Вы не знали о том, что у него есть эти самые незавершенные отношения. Здесь, пожалуй, главный момент в действиях, которые вы, значит, предпринимаете после того, как узнали о том, что у мужчины есть незавершенные отношения. Если для вас это неприемлемо, то, ну, самым, самым таким логичным, наверное, решением здесь было бы выйти из этих отношений сразу, как только вы узнали о том, что, ну, вот, есть какая-то незавершенность, вот, а поскольку, поскольку вы этого не сделали, вот, то есть, поскольку из отношений вы не вышли, то как-то вот есть такое, знаете, ну, небольшое, да, предположение, что вы, к мужчине, вероятно, успели как-то привязаться, вот. Такое вот есть предположение. А, соответственно, если вы на самом деле чувствуете, что привязалось к мужчине, да, что у вас есть какая-то, вот, к нему привязка, то есть, вы чувствуете, что человек вам, ну, стал дорог, да, когда вы чувствуете, что вы нуждаетесь, например, в человеке, то нужно обязательно посмотреть, что из себя эта нуждаемость и привязка представляют. Связана ли она с тем, что вы хотите делать человека счастливым? Или она связана с какой-то вашей потребностью? Это необходимо для того, чтобы вы лучше понимали свою, свою мотивацию, свою мотивацию, что-либо делал. Дальше. Не могут они закончиться по какой-то причине, которая мне не хочет говорить. Человек, человек, человек имеет полное право не распространяться о, ну, об особенностях своей жизни. Но и вы имеете точно такое же полное, полное право вырабатывать, свое отношение к каким-то проявлениям, ну, мужчины, так? То есть, мужчина имеет право вам не говорить о том, почему у него эти самые, ну, вот, незавершенные отношения есть. А вы имеете полное право самостоятельно вырабатывать к этому свое отношение и самостоятельно, ну, как бы, самостоятельно, значит, интерпретировать, скажем так, интерпретировать ситуацию, так, как вот вам это возможно, ну, возможно. То есть, как для вас, это возможно. Вот. Вряд ли здесь кто-то сможет вас упрекнуть в чем-то. Вот. Потому что в данном случае, как мне кажется, даже если вы ошибаетесь, то ответственность за то, что вы ошибаетесь, лежит исключительно на, ну, вот, на мужчине, да, потому что он не захотел вам говорить, что у него происходит. Он имеет право этого не делать, но и вы имеете право принимать решение. Своё. Значит, исходя из вашего сообщения, я могу предположить, что самостоятельно принять решение вам сложно, исходя из вашего текста. То есть, вам сложно принять решение, вы, может быть, даже, не знаю, не знаю, боитесь это решение принимать. Вот. А почему? Ну, во-первых, наверное, есть, конечно же, страх ошибки. Вот. А во-вторых, я думаю, что вы не доверяете себе. Совершенно не случайно у вас всплывает здесь тема тема доверия. Вот. Потому что этот вопрос, вопрос доверия, всплывает наиболее часто именно тогда, когда человеку не доверяет сам себе, он хочет, чтобы ему доверял, ну, доверял или доверяли, да, другие. Вот. Метод того, чтобы смотреть на то, а вот себе это вообще доверяю, да, вот, и если да, то вот как это проявляется, насколько мне в этом комфортно и так далее. Вот. То, что у мужчины не закончилось отношение, говорит только об одном. о том, что он психоэмоционально находится еще у них. Вот. И, соответственно, вам нужно для себя решить, готовы ли вы по сути быть, ну, вот, что называется знаете как второй женщиной. Второй женщиной. Да. Вот. Ну, любовница, нелюбовница тут не так важно, да, просто второй или не единственный. Потому что, если бы мужчина хотел, отношения бы уже завершились. Никто не говорит о том, что это просто. быть болезненным. Но, по крайней мере, человек смог бы двигаться дальше, двигаться вперед. Здесь мы получается такой вот заинтересованности в этом со стороны мужчины не видим. значит, это очень важный момент. Вот. То, что есть у многих людей вот эта вот иллюзия, что ну, вот отношения не завершились, да, ну, вот, сейчас они завершатся, да, вот сейчас еще немножко, еще немножко они завершатся. Да, конечно, бывает так, что отношения идут по инерции, да, то есть, по сути, их уже нет. Ну, вот. Ну, они идут по инерции, да, пока человек там, кого-то вот не встречает. Ну, например, вот, пока мужчина не встретил вас, допустим. Но после этого отношения, или, скажем так, иллюзия отношений, да, вот, сразу разрушается. Вот, что нормально, потому что появляется новый человек, появляются новые эмоции, и сразу становится очевидно, да, вот, значит, как бы, ну, что, условно говоря, актуально, да, для человека. А что нет? Вот. В вашем случае получается, что, значит, ну, грубо говоря, мужчина встречает вас, да, и, значит, продолжает находиться еще вот в других отношениях. Ну, как бы, здесь история о том, что для него вот те отношения, да, те, они тоже, тоже важны. То, что он, вот, не хочет вам говорить, да, ну, не хочет говорить, значит, почему эти отношения не могут завершиться, да, ну, это свидетельствует лишь о том, что, как бы, человек что-то пытается скрыть. Вот. А почему вы решили, что дело здесь в доверии вам, да, ну, это вот вопрос уже несколько другого рода. Лично я думаю, что, как я и сказал, это связано, может быть, только с тем, что вы, вот, как-то сами себе, да, вот, ну, сами себе не доверяете. Ну, то есть, есть какие-то у вас, вот, с этим проблемы. То есть, как-то обесцениваете себя. Дальше. Меня очень напрягает тот факт, что от меня что-то скрывают, и не хотят говорить. А, смотрите, как я уже сказал, человек может не распространять, не рассказывать ничего из того, что он не хочет. То есть, как бы, ну, личное пространство, личные границы очень важны. И, если человек не хочет, это его полное право. Я вижу больше проблемы не в том, что мужчина вам чего-то не говорит, потому что это его право. А я вижу проблему в том, что вас это напрягает. Почему это проблема? Потому что, когда возникают вот, ну, такие ситуации, человек просто сталкивается с необходимостью самостоятельно, самостоятельно принимать решение. Вам нужно самостоятельно принимать решение. Но вы не можете этого сделать. Вы не можете самостоятельно это решение принять. И вопрос заключается в том, что вам мешает, что вам мешает самостоятельно принять решение, понимаете, вот, всегда ли вы, например, ну, как-то боялись, да, принимать решение, всегда ли вы, там, допустим, значит, ну, пытались, пытались, условно говоря, опереться на кого-то, принять решение, и вот, сейчас эта опора, в данном случае, представляет, ну, представляет из себя, вот, ну, данного мужчину, да, то есть, вот, такой момент. Вот на эти вещи, как мне кажется, нужно обратить вам свое внимание. То есть, вас напрягает, конечно, но причина, или первая причина, как лучше будет сказано, заключается не в мышине, который вам чего-то не говорит, а в том, как вы на это реагируете. Вот, вот в этом заключается, на мой взгляд, здесь проблема. Поэтому задача, задачей, задачей психолога, да, вполне может быть, научить вас принимать решение в ситуации, когда единственная, единственная, значит, опора, вот, единственная опора, это вы, то есть, не человек, да, они, там, а именно вы, только вы, вот. Вот, вот психолог, психолог может вас этому научить, естественно, это процесс, вот, естественно, это процесс, это процесс, процесс, может быть, не быстрый, вот, потому что, ну, у вас может быть и сопротивление быть, вот, в этом направлении, во-первых. Во-вторых, вам может быть выгодно быть, это позиция в чем-то, чем-то, как-то, ну, вот, то есть, тут нужно смотреть. Прошу советы, как мне быть в такой ситуации. Ну, здесь отдельно нужно сказать, что психологи не дают советов. Вот, то есть, я должен вас разочаровать, но психологи советов не дают. Мы помогаем человеку разобраться в себе, ну, в смысле, можем помочь человеку в себе разобраться, вот, но мы не даем советов, потому что давать советы означает брать ответственность на себя за жизнь другого. Это неуважительно по отношению к вам, вот, это, ну, в той или иной степени. Это, на мой взгляд, обесценивание довольно сильно вас, вот, что, на мой взгляд, ну, не является приемлемым. Как вам быть в такой ситуации, спрашиваете вы, давайте немножко разобьем этот вопрос, как быть в такой ситуации, чтобы что, какая цель. Вы перечислили несколько цель, ну, давайте все-таки определимся с приоритетной целью и попробуем с ней разобраться, что она из себя представляет, эта цель, да, вот, с чем она связана эта цель, ну и так далее. Дальше. Я не знаю, что и почему от меня скрывают. Ну, это логично, человек не хочет, чтобы вы об этом знали. Может есть какие-то действенные методы, чтобы он смог мне доверять. Действенных методов не существует, потому что мы не знаем причин, по которым человек вам, вот, не доверял. Да, да, мы этого не знаем. Мы не знаем этих причин. Вот. И, соответственно, говорить о действенных способах, да, мы тоже не можем. Я думаю, что для того, чтобы человек вам доверял, вам нужно в первую очередь доверять себе. То есть демонстрировать уверенность, демонстрировать достоинство, свое собственное достоинство, ну вот, демонстрировать четкие личные границы ваши, свои, вот. И демонстрировать чувства в, скажем так, ну, в динамике, да, по отношению к человеку. Я думаю, что развитие доверия в том числе способствует, конечно, в определенной, в определенной только степени способствует последовательность. Именно последовательность, когда человек последовательен в своих действиях, вот. Но, повторюсь, вам нужно ответить себе на вопрос, зачем мне, чтобы мужчина мне доверял? Зачем это лично мне? А что если человек вообще не может, например, не может никому доверять? Вот, ну, я не знаю, думали ли вы об этом? Вот. Но, что если? Что если человек не может никому доверять? Что вы понимаете под доверием? Под доверием. Это доверие, это когда вам рассказывают все, что, условно говоря, вы хотите знать. Это доверие. Ну, я должен вас разочаровать, потому что это не всегда означает доверие. Лично я думаю, что доверие здесь вам нужно для того, чтобы чувствовать себя как-то спокойнее. Ну, вот, от того, что человек вам все рассказывает, на мой взгляд, спокойнее вы не будете. Вот, потому что все-таки спокойствие зависит больше от вас, между прочим, от другого человека. Стоит ли спрашивать об отношениях? На самом деле, вопрос об отношениях можно довольно легко воспринять как нарушение личных границ. Это важно понимать. Это важно понимать. Это важно понимать. Поэтому, выразить свои чувства, которые у вас есть, по поводу, вот, как раз. Этой ситуации, вы можете легко сказать, что я вот знаю, что у тебя есть отношения, я понимаю, что у тебя твоя жизнь. Ну, извини, извини, для меня это неприемлемо, например. Это, в принципе, вполне нормально, вполне логично. Как его не спугнуть и вывести наши отношения на новый уровень? Почему вы думаете, что человек может спугнуться? То есть, почему вы считаете, что мужчина труслив? Ну, и хотите ли вы быть в отношениях с таким трусливым, получается, человеком? Вот. И если, значит, отношения на новый уровень, для чего вам это? Как вы поймете, что отношения вывелись на новый уровень? Вот. Не очень, в данном случае, понятно. Не очень понятно, как вы для себя это все идентифицируете. Вот. Ну, и самое главное, конечно, это ваша мотивация. Вот. Лично я думаю, что глобально проблема заключается в том, что вы взаимодействуете со своим партнером преимущественно в рамках гендерной коммуникации. То есть, коммуникации мужчины и женщины. Это довольно узкая возможность для людей вообще раскрыться. Раскрыться как личность, как человек. То, что вы говорите об отношениях на новом уровне. То, что вы говорите о том, чтобы не испугнуть получается мужчину. Вот. Все это свидетельствует именно об этом. Об этом. О том, что у вас в основном преимущественно гендерное взаимодействие. Его нужно расширять. Делать общечеловеческим. Более личностным. Более разносторонним. Вероятно, менее формальным. Вот. Более свободным. И тогда вы сможете увидеть вообще, как человек к вам относится. И в целом вы сможете увидеть, что у него по отношению к вам есть. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. ОЧЕС. КОНИСКАЯ ОЧЕС. Окей. ОЧЕС. ОЧЕС. 잠エヽ н .